для начала расскажу что у нас сегодня по материалам у меня скетчбук его я сегодня показала размер окошко мой наверно 23 на 23 заклеенный скотчем бумага хлопок из цветов желтый розовый голубой может быть коричневый понадобится для песка поэтому ничего особенного из цветов нам не надо и перед тем как мы начнем я хотела бы вам показать я сегодня практиковала тренировал подбирала цвета для нас с вами здесь кадмий оранжевый и прусский синий вы можете в принципе взять любые и пока вот мы сейчас начинаем пока у нас вот эта техническая часть можно где-то на черновичке рядом потренировать такую заливку по мокрому здесь что важно чтобы на соединение вашего оранжевого и синего не получился зеленый потому что зеленый в небе конечно возможен там за счет каких-то преломлений но в принципе будет выглядеть странно на рисунке и также чтобы не было сильно грязи потому что как мы знаем с вами оранжевый и голубой это противоположные по спектру цвета и в соединении они дают серые и серый может быть слишком темным слишком грязным если их плотно взять и опять же от цветов зависит поэтому можно где-то на черновике рядом попробовать смешать но сразу скажу я сейчас покажу картинку я думала сделать как урок вы знаете у меня даже урок есть такой часто с новичками практикую сделать картину только двумя цветами мои ученики это подтвердят когда мы берем один теплый один холодный всю картину в разных тонах оттенках и так далее смешиваем рисуем двумя цветами но я потом подумал я же это же не какой-то урок там академические не академические это просто мой скетчбук поэтому я решил не мудрить и и себе упростить историю его в соединении на закате вот давайте опять вернули в соединении двух цветов оранжевого и голубого я добавлю розовенького тогда у нас вот этот переход будет плавным очень красивым и мы не будем бояться что появится какая-то зеленка или грязь или еще что-то да все будет с ровным переходом да ну а так конечно мы можем видеть здесь оранжевый такой серый голубой цвет как в небе так и в море поэтому если вы потом захотите ли сейчас может быть без розового этот пейзаж нарисовать мне кажется будет хороший такой опыт но я и без этого сегодня хочу порисовать голубеньким ой с розовеньким так по поводу вопросов я сейчас сразу отвечу на вопрос если они есть и потом мы с вами начнем сразу карандашом по поводу материалов или еще чего то есть вопросы вы мне напишите я быстренько отвечу эфир кто-то спрашивал да я сохраню если вот я сегодня для этого чтобы все за тренировать я надеюсь что я сохраню и может быть даже на youtube добавлю как старые добрые времена кто помнит меня зовут оксана рада видеть своих учеников и коллег и студентов с которыми мы знакомы до карантина очень со многими во время карантина мы регулярно рисовали я делала регулярные эфиры потом немножко карантин закончился эфиры тоже закончились и сейчас я больше рисую большие картины скажем так эфиры мало провожу вообще не провожу вот ну я думаю что такое разнообразие у всех бывает на вот и мне хотелось вспомнить с вами как это так насчет скетчбука почитайте подробно в stories у меня описано все это ски это макс гудс хлопок так все видно и все слышно ну что поехали так как композиция у нас квадратная мы с вами можем сделать два варианта первый вариант сдвинуть линию горизонта чуть выше середины можем чуть ниже середины делайте как вам нравится может быть у вас не квадрата вертикаль то же самое делайте ну давайте проще вариант если мы сделаем меньше моря больше небо это я вам точно скажу потому что небо это просто заливка так и мы с вами тоже много рисовали линии горизонта как сделать так чтобы горизонт у нас не поехал мы с вами карандашом отмечаем от низа с листа или скетчбука что-то краешек сделали зарубку с одной стороны и с другой стороны потом это соединяем рукой или же можно это сделать линейкой но есть еще один хитрый способ который я сейчас сделаю это волшебный скотч я просто заклею вот так от одной зарубки до другой нет сейчас пока не клеим сейчас пока так оставим я посмотрела тут есть что карандашом нам наметить если бы не было здесь на метод карандашом просто было бы море мы бы сразу заклеили нет тут мы наметим еще карандашом в конце заклеим и так и что мы рисуем пока очень легонечко это все и смотрите как хорошо получается это я фотографировал тут на людей не смотрим не обращаем внимание у нас практически как золотое сечение по третям то есть треть нижняя это у нас земля с водой и и здесь есть тоже треть на одной из третей вот здесь мы рисуем солнце очень прошу вот солнце нарисовать так я сейчас его хорошо нарисую а вы рисуете так этот кружок чтобы вы еле-еле могли его разглядеть чтобы не осталось никаких там как бы царапин на бумаге чтобы можно было стереть без грязи то есть лучше вот прям еле-еле наметить может быть даже что-то потереть но я надеюсь видом и кружок да я его вижу сейчас очень-очень легко выбирают и земля тут идет у нас две линии как бы влажный песок и непосредственно само море тоже по 3 примерно намечаем смотрим на фотографию мне кажется мне какой-то сегодня песклявый голос от нервов и я сейчас успокоюсь все будет нормально и смотрите мы с вами рисуем следующие то есть нас две такие волнистые линии будут сильно вот эти змейки вот разделим на пополам нашу землю и змейки на переднем плане мы можем сильно видеть из-за сгибающейся то что вдалеке нам не важно она у нас там сливается сильно вот тут вот нечиститель да и на переднем плане все это у нас за счет перспективы расширяется получается такая вот красивая дорожка как река да вот эта часть это у нас мокрый песок эта часть моря это часть сам песок и теперь мы рисуем деревья то же самое перспективы то что вдаль у нас идет к середине она ниже то что к нам она выше очень произвольно не делаем здесь высокие джунгли не надо буквально но максимально на вот ширину пальца и вот очень мелкие такие вот движения потом еще мы с вами там каких-то точечек здесь поверх чуть-чуть добавим и мост который этот идет как называется понтон он возвышается над уровнем моря чуть-чуть прям на миллиметр и куда-то туда идет в лес там сольется там неважно мы там его потеряем день но вообще он конечно заканчивается вот здесь вот туда далеко конечно в лес он не уходит от я сейчас вам сейчас сочиню ножки ножки не на горизонте они чуть ниже горизонта то есть линия идет у нас чуть выше линия понтон идет чуть выше линии горизонта и уходит у нас сравнивается с землей дальше мы рисуем сколько-то вертикальных ножек они чуть ниже линии горизонта можно их вот так по 2 можно как-то в разнобой слишком забор не делайте то есть пусть какая-то будет в этом до пирс пусть в этом будет какое-то разнообразие теперь смотрите на пирсом этим я рисую горизонтальную линию и над ней треугольник тоже на ножках я думаю что флаги которые тут есть мы потом сможем или еще один треугольник пирса да кто захочет сразу кисточкой добавить чтобы не перегружать сейчас вот это вот все карандашом так очень легкий у нас набросок последнее что надо сделать карандашом обычно я это не делаю карандашом просто чтобы понять объяснить логику моих движений я это сделаю нарисую чтобы вам было видно смотрите от солнца вниз я спускаю вот это вы не делайте только посмотрите я спускаю горизонтальную линию вот так ровно горизонт не влево не вправо они горизонтально вертикальную линию на себя и по этой линии будет у нас дорожка бликов отражения и я рисую такие овальчики где-то они объединяются вот видите здесь в одну группу может быть где-то здесь но совсем маленькие будет сложно обойти но можно попробовать всегда за за рисуем зарисуем останутся молодцы где-то мы с вами тут будет много этой пены который не за который не отражается и дальше то же самое здесь мы рисуем вот такую такие объемы я сейчас сотру вертикаль а тут у нас пена тут мне не надо все эскиз готов убираем все лишнее чтобы у нас под акварелью это все не вырезала тоже где сильно нажала на карандаш у меня мягкий тоже я чуть-чуть подтираю чтобы рукой не размазала полина здравствуй я очень рада что у тебя получилось присоединиться я тоже рада если ты прям сейчас рисуешь саш ну тебе как всегда спасибо за поддержку мои юные ученицы меня поддерживают и теперь я заклеиваю линию под линии горизонта то есть линию моря смотрю чтобы было по моим заметкам тогда будет прям ровненько вот так светлана добрый вечер очень рада вас видеть тоже лан и вас всем удовольствие сегодняшним вечером hello from brazil and hello from moscow i'm glad to see you я думаю что мы можем сейчас уже я пока вы заканчиваете свои тоже приготовление к рисованию я начну объяснять что мы будем делать потому что мы будем рисовать небо одной заливкой по мокрому и там будет не до скажем каких-то отвлечений на что-то но при этом все будет просто и понятно именно за счет того что мы добавляем между оранжевым и голубым розовый цвет логика очень простая у меня здесь все рисующие практически какой-то опыт рисования я так понимаю есть вот у меня сейчас два розовых посмотрю какой мне вот этот наверное тепленькие возьму логика такая и сразу со своими комментариями заливаем небо водой чистой все кроме солнца солнце не трогаем вокруг него просто водичкой обходим дальше вокруг солнца мы добавляем желтый в него рядом в желтый вливаем оранжевый и потом каплю розовую то есть сильно отходить от оригинала я не буду розовую добавлю чуть-чуть и потом уже мы голубым в моем случае это прусский синий мы будем завершать небо сверху может быть где-то сбоку следите за влажностью бумаги неважно у вас целлюлоза или хлопок сегодня да нам как бы надо за одну заливку все постараться аккуратно сделать какое какая может быть сложность в этой ситуации желтый и оранжевый цвет очень плотный по своей вообще природе поэтому когда вы будете наносить эти два цвета очень густых не берите размойте немного их на палитре эфир сохраню постараюсь по крайней мере если не случится какой-то форс-мажор друзья мои у меня вопрос на прям 100 рублей подскажите пожалуйста опытные люди кто проводит эфир или кто смотрит эфир других людей сейчас вроде бы можно проводить эфир и больше часа потому что на моей практике раньше час все закончилось оборвалось и если ты за час не успел сохранить то все пиши пропал сейчас вроде бы я вижу девочек эфиры по три часа поэтому напишите если вы точно знаете можно ли больше часа быть в эфире просто чтобы не знать сохранять мне частями или не частями я не знаю как может быть и за час успеем так я поехала вокруг солнца аккуратно наклоните голову если не видите в данной ситуации сейчас боком немножко сижу чтобы видеть как у меня смачивается это делаем аккуратно и дальше я смачиваю все очень хорошо если у вас бумага закреплена то по идее не должно сильно ее покоробить конечно если большой формат так заливать то будут волны побольше меня формат небольшой где-то у меня 22 на 15 может быть кусочек такой все я просматриваю чтобы не было сухих часть видно часть не видно и как я вам говорила начинаю я с желтенького развожу на палитре его надо немного он только вокруг солнца и и почему я думаю выбрали все вот эту фотографию когда голосовали потому что тут конечно очень эффектно идет свечение солнца дальше желтый мы уходим с оранжевым но смотрите если прямо сейчас сильный поток то оранжевый может влиться в желтый вы следите за этим вот видите как я вот надо было немножко растереть очень плотно здесь оранжевый нам не надо чтобы был прям плотный цвет как гуашевый и теперь оранжевым я ухожу в стороны я очень активно с тряпочкой работаю я не люблю салфетки и полусухой кистью я всегда как ластиком все вот так вот подравниваю оранжевый цвет чуть чуть еще вот сейчас уже начинает бумага краску подъедать и если мне надо я добавляю и дальше у кого целлюлоза вам сейчас нельзя отвлекаться вам надо прям добавлять розовый я немного делаю и завершать вот этот фрагмент голубым пока бумага не высохла у меня хлопок он еще какое-то время сейчас поддержит воду а целлюлоза уже нет так я сейчас краску нанесу и все красиво это побольше кисточкой растяну и уходим до линии горизонта сейчас на деревья и на мостик на наш этот на пирс внимание никакого не обращаем как будто их нет их еще человечество не вырастила и не построила самый насыщенный цвет насколько я вижу в данной ситуации около солнца и под ним а дальше он уже растягивается более бледный то так я беру кисть побольше свою синенькую краску да у меня еще бумага по краям влажная я боялась что она уже высохла но нет когда вы соединяете два цвета вот я сейчас это буду делать лучше всегда это делать чистой кисточкой то есть мы ее отмываем и потом уже цвета соединяем вот я его подгоняю все аккуратненько видите я вот так снимаю сейчас просто может быть до эффект как будто я как как ластиком все это стираю тут надо подобрать у меня просто по мне вот такая есть кисть вот мягенькие кисточки они позволяют не стереть до конца краску и оранжевого маловато я его растаскиваю все теперь мы вот этот вот круг который был у нас вокруг солнышка мы его оттягиваем чтобы у нас было такое все таки небо и мне хочется еще оранжевого добавить пока бумага влажная можно тут этим заниматься довольно долго как только бумага начинает подсыхать все лучше на этом моменте остановиться дать ей просохнуть и поработать еще одним слоем поверх мне все равно как будто кисть царапает бумагу мне прям шуршит вы наверное слышите как она шуршит и мне не нравятся эти полоски и смотрите теперь я я часто об этом рассказываю у меня вот этот вот скотч редиска вот у меня нету других слов он пропускает пропускает в воду вот зачем тогда его клеить если он воду пропускать что за дела здесь я его посильнее кто любит всякие истории с птичками там облачками тоже можно это добавить по сухому или по мокрому эти тут у меня пигмент прям вошел розовый вошел и не вышел желтенького немножко хочется подровнять так но я думаю что все уже как и я к этому моменту завершают кто со мной рисует я прям полусухой щас кистью добавляю желтый мне кажется зря я это делаю сто процентов по сто процентов зря так все надо останавливаться так саш пишет у меня тоже такие проблемы со скотчем когда рисую скетчбуки ну вот скотч и коварный вот обычный скотч у меня такой вот бывает белый такой кремовый он вроде бы не пропускает мне хотелось красивый голубенький специально купила в красном карандаше мне такой был розовый он нормально был а я голубой как-то хуже ну что ж сейчас если есть вопросы пишите я вот тут трогаю мне кажется подсыхает низ можно будет снимать скотч я здесь птичек нарисую не нравится мне вот эта розовая штука которая осталась на бумаге для этого фантазия художника нужно видите какое какое неуважение к художнику производителей скотч дальше мы с вами рисуем я думаю мы по отдельности нарисуем воду и по отдельности мы нарисуем с вами песок система будет такая же то есть мы а вы помните мы с вами датки они оба нарисовали которые шли по вертикали мы их не трогаем мы их обходим водой и здесь у нас в воде оранжевого здесь нас было много раньше в воде будет оранжево меньше а голубого цвета больше чтобы показать что все-таки это море и мне кажется будет на контрасте с оранжевым это красиво так что кто тоже может со мной уже продолжать поехали песок я не смачку мы его отдельно сделаем просто чтоб сейчас не рваться во все эти детали мы это сделаем отдельно да еще очень важный момент пока посмотрите отступая буквально миллиметр от линии горизонта чтобы если у вас еще какая-то влажность сохранилась на небе то вот эта вода туда не втекла намочила левую часть намочила и вот аккуратно смотрю что туда не уйти так теперь поменьше кисть да с роза сразу предупрежу что вот если сильно карандашом нарисованы вот эти пятнышки то под желтым цветом они могут не стереться не страшно это вовсе что желтый цвет он очень цвет он очень клейкий он заклеивает прям карандаш и ластиком туда не подобраться поэтому я думаю что в этом нету какой-то проблемы тем более у нас с вами такой быстрый рисунок не конь не картина какую-то выставку международного достижения просто мы проводим приятный вечер плюс карандаш с акварелью очень часто дружит и может быть частью картины вполне это на любителям так лишнюю воду снимаю капли и поехали такая же история желтый и оранжевый и розовый и голубой желтый вокруг пятнышек причем мы с вами знаем что все что ближе к нам ярче и темнее и насыщеннее по цвету да то здесь можно уже так втопить цвета пока не обращаю внимание на разницу вот песка и воды пока так что у нас дальше оранжевый потерял оранжевый плюс акварель по мокрому всегда бывает что немножко одно представляешь а куда-то вода нас уводит и приходится менять свои планы но это нормально тут вот желтый у меня получился очень плотный и вот я считаю что если под желтым не просвечивает бумага то это какой-то уже детский сад поэтому ну не в плохом конечно смысле но как детские краски такие очень яркие неестественные я немного растягиваю оранжевые в стороны и каплю розового просто показать отражение ой опять розовый меня просто не отпускает все хватит и теперь голубой кто только присоединяется хочу сказать что я всем очень рада я люблю общаться со своими подписчиками с друзьями с учениками всегда всем отвечаю так что вы пишите вот так я их подвожу соединяю сейчас опять как здесь будем вжих-вжих размазывать тут причем голубой я вижу на краю вот этой вот подбегающей но это даже нет ни волна это мокрый песок каплю и стараюсь оставить вот эту часть светлее чем воду кстати насчет воды да вот переднюю часть воды можно подтемнить даже передний план и теперь самое главное вот тут вот сделать мягкое соединение как в масляных красках используют палец чтобы растереть такие штуки как варили мягкие кисточки вот я голубенький смотрите тут я оранжевый и розовый вытягивала а здесь я вытягиваю голубой вот это белая полоска меня совершенно никак не беспокоит на данный момент мы ее с вами потом спрячем все прям даже не буду больше ничего делать чтобы не перегружать свой скетч теперь песок для песка можно взять какой-то ой шнур сейчас секунду хоть держаться какой-то коричневый меня вот здесь вот есть в этом наборе по-моему жженая сиена здесь я просто не пользуюсь в обычной жизни коричневым очень редко у меня есть красивый коричневый цвет в большом наборе для пионов я его беру красно-коричневый от миджелла вот редко и я его да это вот когда развела поняла что это жженая сиена просто чтобы вам а нет это жженая умбра чтобы точно вам уж сказать видите у меня тут охра это сиена это еще еще какой-то коричневый не знаю вообще ими не пользуюсь зато два розовых под ноль изумрудный ультрамарин так коричневый коричневый можно смешать каплю с оранжевым каплю с розовым ну чтобы не был таким прям однообразным и я просто жиденько закрашиваю землю справа если прищурится конечно же конечно же по тону он потемнее чем я тут изображаю добавлю в него каплю синего чтобы все таки дал нам тона да вот так и поехали жидкая краска разбавленная сильно водой так аккуратненько я это подкрасила тут какая-то невнятная у меня форма сейчас подсохнет и мы вот это вот такими ну у нас будет еще пена здесь волночки мы это все сейчас с песочком соединим пока пока так и потом будет очень графичная работа здесь по мокрому довольно маленький формат чтобы мы сейчас какие-то делали детали по по сухому намного проще это сделать может быть не так это живописно но и тоже хорошо тоже акварельно так я делаю 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 перерыв чтобы посмотреть вас ваши вопросы сейчас вот этот темновато то есть вот этот цвет я вот так равномерненько вот этого я и боялась когда дело своих же птиц саша не понимаю ты про скотч говоришь так почти на море побывала я вот тоже я у меня был такое маленькое лето такое скажем грустное что мне его хочется продлить даже в октябре поэтому я и такой придумала себе такую историю я хотела это нарисовать еще когда мы в турции были честно сказать но там в последний день у меня не дошли руки вот и потом я дома хотела потом я думаю почему не сделать это в эфире заодно я потренируюсь так саша у меня такие женщины так саш ты вообще на море живешь ты счастливый человек так все подсыхает теперь очень простое задание мы разводим голубой цвет легко легко и и постараемся как по линейке можно если у вас все сухо чисто все высохло если вы например будете по записи рисовать и не торопитесь да то вот эту вот часть мы делаем как по линейке очень аккуратненько чтобы не было каких-то резких линий переходов беленькую я просто закрасила если вы будете тоже рисовать по записи то просто можно спокойно дождаться пока высохнет небо и вот без этой вот линии без пробела без этого спокойно рисовать сразу ну я чтобы просто ускориться поэтому делала такой отступ что касается мостика цвета для него пока сохнет земля и деревья мы будем вот как раз вот это вот история до про которую я вначале рассказывала что при соединении холодного и теплого особенно оранжевого и синего мы получаем серые цвета но вместо оранжевого может выступать коричневый вместо синего может быть фиолетовый или какие другие оттенки синего подберите у себя вообще это очень интересный поиск какие оттенки дают ваши синие и какие оттенки ну и какие оттенки оранжевых при этом используете очень интересный и полезный поиск что касается к чему я все виду мостик наш пирс и деревья они будут как раз соединение этих двух цветов для мостика он более голубоватый насколько я вижу то есть я беру голубой а с ультрамарином так это вообще песня просто ультрамарин мне в небе не нравится как себя ведет он распадается на эту грануляцию его сложно ловить в таком состоянии но в небе в небе в общем не просто а вот в соединении с кадмием оранжевым можно подобрать очень приятный оттенок видите никакой зелени тут нету на свой вкус да может быть потеплее может быть похолоднее цвет прозрачный если сомневаетесь прозрачный он или нет возьмите бумажку попробуйте да у нас здесь должен быть вот такой вот жемчужный серый потому что все что у нас вдалеке тем более на просвет солнца но будет у нас прозрачные я очень надеюсь что мне написали что эфиры смотрят и зарядка проходит больше часа если это не так то не обессудьте так я закрашиваю треугольничек такой дальше можно тонкую кисть заберите какой удобно рисовать а про желтые саша говорила все поняла да 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 про желтые желтые до коварные так и я веду мостик сюда к земле к деревьям может быть все таки стоит может стоит взять кисть все таки тонкую рисую у этого шатра какие-то стойки там что-то стоит просто точками не знаю вам видно нет просто намечаю там что-то опять же флаги про которые я говорил вот это вот мелкие вот такие детальки я даже не дотрагиваюсь практически кисточкой до бумаги она вот как будто я ресничкой своей виду то есть не в не прижимая руку как ручку а вот кончиком кисти что тут намечаем рисую еще флаги может быть повыше до чтобы был какой-то ритм у нас не одинаковая вся вот эта вот тема да тут опущены что такое как пика получилось ну сейчас когда я нарисую деревья посмотрим может быть здесь еще один вот этот вот шатер крыш треугольную и по поводу деревьев я надеюсь что тут у всех уже все высохло я беру свой коричневый и развожу его одну тоже с ультрамарином такой вот какой-то цвет и от вот этой части она у нас под солнцем здесь он будет более рожеватый а сюда он к нам ближе и он будет темнеть поэтому ну давайте начнем слева направо это логично чуть-чуть вот тут сбоку подмешаю оранжево и цвет должен быть опять же прозрачный если у вас на данный ситуа в данный момент в данной ситуации бумага влажная еще не высохшая пожалуйста подсушите феном или дождитесь чтобы не было кляксы потому что краска влажная и просто может все это расплыться так я начинаю вот у нас где-то здесь шел берег и цвет прям прозрачный на солнце это все дело просвечивает так сначала я веду по горизонту да какие то вот такие все это просвечивает дальше я наращиваю и темноту и плотность краски вот эти вот мне не нравятся какие то получились одинаковые ладно потом поправлю и смотрите они не только здесь чуть выше становится они вниз уходят сюда к нам чуть-чуть приближаются и сразу да вот тут вот все таки закончился у меня коричневый здесь еще добавлю очень темно не делайте у нас это дальний план не надо чтобы он выходил сюда вперед что хочется сделать хочется немного деревьям добавить сниму краску чтобы посветлее было хочется деревьям сверху такой кружевну кружевного такого чего-нибудь добавить и я просто кое-где не надо везде кое-где кисточкой добавляя вот такие легкие точечки ну это вот какие-то веточки которые из общей массы выбились ну как то так и дальше можно этим цветом можно вашим первым коричневым я на песке нарисую какие-то такие ямки опять же цвет смотрите кисть у меня лежит плашмя вот просто вот вожу ей да делаем какие-то затемнения в песке тут очень прозрачные они светлее чем деревья сюда к нам ближе можно их сильнее сделать можно не делать потому что ну вот я сейчас смотрю на фотографию тут у меня уже такой просто песок без даже тут наверное лишнее вот это ну как то так и возвращаясь к серому цвету рисую ножки ножки пирса не перетемните они тоже очень светленькие нежные очень тоненькие у кого есть например ну как вариант почему нет серый цветной карандаш не простой карандаш который мы с вами наброски делаем графитовый а серый именно цветной можно им сделать просто знаю что тонкие детали не все любят рисовать да чуть-чуть кое-где затемняю чтобы просто акцент был вот под крышей положил где-то теперь вот здесь у нас вот эти дырки у меня одно пятнышко пропал очень хорошо промылая кисть желтый развожу водой может быть вопросы есть вы мне напишите то я увлеклась так людмила пишет спасибо оксана что будет запись опоздал смотрю рисовать буду позже я поняла вас хорошо спасибо что зашли так карина пишет привет привет так если вопросов нету мы продолжаем без пяти минут восемь волнуюсь у меня знаете я же раньше проводила по три эфира в неделю и мне вот просто до паники человек как у золушки что сейчас 12 пробьет и все просто сгорит вот так же у меня час пройдет и все все пойдет прахом я очень надеюсь что действительно сейчас можно больше часа так все ладно болтовню свою желтый хорошо развожу водой и делаю очень маленькие точки и ваши точки не должны быть плотнее темнее чем вот этот желтый по воде а желтый по воде то он совсем бледный поэтому когда вы вот эти точечки будете делать прям следите чтобы они были как бы частью того что мы с вами до этого сделали вот прям чуть-чуть что на же не просто вот как у солнца ровная часть а капелька капелька тут капелька там какая-то такая песок у нас преломляется и конечно чем ближе тем больше вот этих вот точечек мы видим как бриллианты движение все горизонтальные в любом случае это поддержит то что мы с вами рисуем поверхность воды несмотря на волны что у них какая-то там форма все равно вода она горизонтальная масса сама по себе и в общем как-то так пока так можно оранжевенького немножко ой ой мама какие-то в краполине я мамочки и теперь самое с одной стороны сложное с другой стороны не знаю может быть для кого-то не сложное это вот это форма воды пен которая есть ну там не очень сильно пена скорее как волны накатывают мы не видим против света вот эту белую часть и просто какая-то рябь на воде что я сейчас предлагаю я не знаю что у меня получится эфир у нас не очень большой не очень сложный вы посмотрите что получится у меня а потом решите надо вам оно или нет может быть так оставить или что-то взять из того что я буду делать в любом случае мы с вами вы можете подождать я то не боюсь рисковать мне но испорчу и испорчу а вот за ваши работы я переживаю больше чем за свою так смотрите что я делаю я беру голубой и подмешиваю его к тому цвету которым я рисовала что я рисовал мостик пирс так вот я намешала может быть вопрос есть на данный момент как интересно и подробно вы все рассказываете лежу с температур с удовольствием слушаю вас ой поправляйтесь здоровья вам и спасибо большое за приятные слова так вижу сердечки цвет берега очень красивая можно повторить что смешиваем я смешивала коричневый оранжевый и розовый и каплю синего чтобы был потемнее поплотнее потому что коричневый был слишком оранжевый вот эта часть мне тоже не очень нравится хочется сюда не знаю хоть лодочку какую-нибудь маленькую поставить ладно поехали я смешала голубой с серым можно взять просто голубой только не берите синий синий акварель это все-таки краска требующий разбавления воды и здесь нам надо ее разбавить все у нас высохла до цвет у меня вот посмотрите вот такой вот серый голубой и очень прозрачный всегда темнее сделать мы успеем а вот наоборот это уже вопросики и смотрите я начинаю отсюда вот такими вот точками движениями рисую плотность вот этой волны накатывающей конечно же я сейчас прищуриваю смотрю в воде можно сделать еще один слой если вы будете рисовать подольше и вот прям так с задачей то можно сделать двумя слоями и немножко нарастить потому что то что у нас отражается но всегда темнее чем ну по правилам как бы живописи темнее чем то что сверху и смотрите я вот делаю точки 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 по той линии которую мы с вами рисовали левая линия правая это у нас как бы мокрый песок и этими точками я вот отхожу влево по горизонтали здесь вот тоже это все есть идет влево но да мы знаем с вами вдалеке это все становится более прозрачным то есть я еще сильнее это разбавляя потом этим же цветом делаю тени под мостиком но опять же не линий нет мне не нужна тут линия потому что там идет движение воды это не какое-то статичное озеро такое неподвижное да там вода как-то преломляется все равно но вот под понтоном вот таким под площадкой под этой я усилю и вот вот здесь где флаг сижу и у меня вам наверное слышно как у меня ездят эти мигалки что там происходит так и дальше мы залезаем уже в воду если можно так выразиться и горизонтальными линиями мягко прикасаясь начиная с переднего плана потому что вдалеке у нас там это мелкое все я нарисую несколько цветов прямо максимально прозрачный и друзья я вам скажу если вот эти вот как бы линии змейки у вас получится слишком ярко выраженными слишком темными всегда можно залить это поверх водой и или подразмыть их или просто вот этот фон еще раз цветом пройти я вот с пионами могу предсказать что у меня там получится когда я рисую большую заливку водой даже вот фон пионов да это же лотерея что там будет боже и очень важный момент середина все что дальше пошло становится бреднее тоньше короче то есть никаких длинных вот таких вот или широких волн все что вдалеке можно просто вот вот смотрите это вообще мой любимый приемчик кисть сплющиваем пальцами такая лопатка получается и там где-нибудь но если он будет рисовать конечно ахо да где-то там вот так вот наметить то есть наша задача сейчас как как бы вот как будто мы карандашом рисуем сделать вблизи темнее вдаль дальше светлее но при этом оставить легкость как на переднем плане так и на дальнем и что интересно я вижу вот такие полоски воды да за счет скажем рельефа песка они уходят у нас и в сюда куда-то я не знаю сейчас что получится вот уже нарисовал эту линию она мне не нравится я ее немножко подразуму но по идее тут все равно тут же есть какие-то не цельное такое как зеркало вот делаю такие мягенькие и потом еще оранжевеньким здесь добавлю чуть-чуть сейчас пусть подсохнет мой голубой пока поработаю еще с передним планом вот для меня всегда вот этот вот момент с водой он очень с одной стороны сложность другой стороны интересный и вот я сейчас смотрю конечно же мне хочется еще один слой о чем я вам говорила мне кажется светловато получилось я пока это все наращиваю вот этими графичными линиями вот здесь я сделаю потемнее вот тут знаю все что ближе темнее то что дальше светлее движение стараемся чтобы были горизонтальный хороший опыт сделаю смотрите такие коротенькие штуки как рябь все прозрачно как прям утренние слеза не знаю кого кузнечка я сейчас смотрю свой эфир у меня цвета более но в реальности вот это все дело но более нежное что ли тут потемнее получилось в камере поэтому так чтобы сориентировать вас потемнее получилось в камере и вот эту часть смотрите вот это вот этот кусок у меня вот если у вас также это надо поправить посмотрите вот эта часть потом она темнее чем вот это такого вот здесь быть не может очень сюда отвлекает вот это белая штукенция ее надо подкрасить чем красить не знаю чем красить я вот оранжевым сейчас как с песком и и чуть-чуть все видите сейчас работаю только тонкой кистью без разницы какой какая удобнее вам меня самый простой альбатрос тонкий пятерка здесь так вопросы ой лежу со сломанной ногой с лучшую оксана вас балдею ну вот надо же ну как же так со сломанной ногой пусть скорее поправляется ваша ножка и я надеюсь что вам нога не мешает рисовать как научиться делать тонкие линии без дрожащих рук у практика потом обязательно рука должна лежать то есть я могу на весу но это редкость а так всегда да если вы хотите сделать тонкую руку положите ее на опору когда например художники рисуют маслом картины они ставят на такие специальные подставки руки у них даже есть название сейчас я не вспомню ими не пользуюсь чтобы рука лежала до чтобы выписать там какие-нибудь реснички ворсинки или что-то да на портрете например вот поэтому это абсолютно нормально что рука дрожит для этого люди и тренируются не не вините себя просто практикуйтесь так ого я не одна так с кисточкой делают для таких деталей отлично так у вас примере в эфире первый раз какие краски нужны бумага бумага хлопок у меня но можно эту работу и на целлюлозе делать краски желтое оранжевое и коричневый и синий любые песок на переднем плане хороший вопрос я вот тоже об этом думаю что возможно надо вообще вот это вот все вот так вот жив и затем не час подсохнет решим так мостик каким цветом полина спрашивает мостик коричневый голубой оранжевый голубой то есть вот серенький и вот этот цвет он ближе к вот он по моему вот этот у нас был и цвет ближе к голубому чем коричневым хотя можно и наоборот как вам нравится так смотрю я все таки вот на эту часть сейчас давайте я попробую сначала с вот этой истории немножко разобраться сейчас доделаем с вами вот тут прям детальки и разбежимся каждый своему семейству или каким-то приятным другим делам смотрите оранжевенького добавлю потому что тут наверное на преломлении солнца есть какие-то оранжевые такие линии и смотрите вот я нарисовала и просто под стираю чтобы был поспокойней что делать с письком давайте я его затемню на переднем плане действительно еще посмотрим вы сейчас посмотрите как у меня получится что по-хорошему да он тут просто я посмотрите вниз мазнула а дальше чистой полу сухой кистью я вот так растираю вверх так как это песок тут какой-то равномерный какой-то градиент он нам не обязательно нужен можно еще такой момент соединение вот этой влаги и песка она мягкая да потому что здесь уже вода уже начинает уходить и можно вот это вот соединение тоже немножко растереть чтобы не было такого такой резкости просто сухой кисточкой потереть на стыке этих двух цветов оксана спасибо за нюансы которые говорите показывать пожалуйста я всегда рада знаете с вами поделиться мне только нужны какие-то пендели чтобы себя на какие-то вытаскивать истории рисовальные даже в точную встречу тоже организовать все так сложно ну что друзья мои какие вопросы будем потихоньку заканчивать я сейчас вот здесь птичек нарисую что тут какая-то розовая комета у меня летит птички меня здесь есть индиго но мне его хватит можете взять серую пейна или черный но разведите водой а чтобы был прям чтобы был не очень темный не очень плотный чтобы не было а можно потренироваться на черновике с птичками потому что это вечная проблема и я рекомендую птичка рисовать из точки точку маленькую поставили делаем вжих вжих меня вот даже темновато получилось сама птичек не рисовала какой-то получился мошка как мошка прилипла извините ой так мне пишите что там у вас по работе может быть что-то в процессе у вас пригодится и моим ученикам которые будут рисовать после по записи сейчас я сниму скотч будет посимпатичнее вот это все таки часть что то тут вот но вот что то еще требуется сюда тут уже видите я синим начинаю хулиганить так красота спасибо пендели не над над погладить спасибо саш спасибо вам за очень подробный комментарий к вашей работе очень ценно друзья и вам спасибо давайте вместе я с вами я сниму скотч посмотрим что получилось в любом случае какое-то настроение ой мы с вами создали сейчас рукам липнет как бумаги не очень елена и вам спасибо расскажите как у вас получилось все часть оставали но мне кажется за часик мы молодцы вот видите какое время вот можно было и без скотча вот так вот сделать как я сейчас покажу как у меня небо на других работах там есть я люблю тоже такой формат но сегодня решила по классике со скотчем смотрите сейчас чтобы тут телефон не дернулся вот да вот я водой залила вот так вот такое пятно сделала такое но мне кажется акварель на получается красиво и вот не в край а рядом с этим своим влажным пятном который я изначально замочила для неба я вливаю голубой цвет но там какими-то с такими стихийными мазками вот так чуть чуть водой листом походишь она все растекается где-то дает вот такие пушистые мягкие краешки где-то уходит потому что здесь доска от она туда стекло но в целом очень акварельный красиво здесь вот на работе также тут видно кусок ну а этот уже будет вот такой вот ну ладно сливы показать сейчас покажу сливы это мне я делилась с вами мне сказали что это у вас за продукты зеленый да это вот в турции мы брали яблоко со сливами и я рисовала тоже был такой довольно быстрый скетч но красиво да потренировал объем критиковали за меня здесь за то что у меня одним цветом это все нарисовано но на самом деле даже в одном яблоки здесь у меня желт 2 желтых охра синий зеленый красный фиолетовый вот здесь да то есть это все как бы вроде читается зеленый цвет но оттенков много также и со сливы здесь голубой розовый обязательно да вот где-то они просвечивают где-то зелененький я добавляла в тенях там теплый коричневый красный ну опять же чтобы грязи не дало я не сильно много добавляют уже на любители друзья мы с вами молодцы всем ставлю пятерку и прощаюсь с вами до следующей недели